всех приветствую с вами я веган христолюб и мы с вами сегодня поговорим о свободе о свободе по плоти по духу о выходе из системы выходе из мира поводом для записи ролика явился вопрос и комментарий ну вопрос в основном зинаиды баженовой и я тут брал в пару месячный перерыв от проповеди его возобновил проповеди возобновил зинаида послушав мой очередной ролик только вышедший написал такой комментарий к ролику переводы библии рада тебя видеть христолюб и хотя мой вопрос о выходе системы то оставил без ответа знаю что есть еще множество тем для тебя уже понятных открытых а для кого-то все еще сумбурных и нелегких не исчезай надолго спасибо за ролик я зинаиде ответил взаимно что рад видеть вопрос твой я написал что сохранен у меня в скринах ждет своего череда или своей очереди но и с ним не не все так просто по нему я лишь могу поделиться опытом жизни до сего дня и фантазиями о будущем ролики на этом канале всегда стараюсь выкладывать законченным ответом закрывая вопросы тем самым ответом там такого не получится возможно я использую твой комик для записи видео новом 2020 годе или о своем дне рождения 39 лет и опубликую на своем основном канале что уже стало маленькой моей традиции так я и ответил сейчас мы перейдем к самому тому комментарию которая тогда заскринил к вопросу и мы поговорим но все-таки предисловие скажу по поводу того что всего это что я и наговорил может быть я просто слишком серьезно отнесся к этому вопросу и немного не так его понял я его буквально перед тем как выбирать я уже там несколько роликов после игры своей небольшой пару месячной паузы записал и комментарии зинаиды я тоже видел тоже перечитал и у меня даже хотелось его записать но мне что я в него вложил в ответ ну мы мысленно размышляя самим собой мне показалось это очень сложным невозможно как всегда вместить в один ролик потому что тема выхода из системы из мира она очень большая дело не в том что нету всех даже ответов хотя и ответы достаточно они уникальные там потому что это касается плоти а по плоти по практике мы сегодня об этом я буду говорить мы все все таки разные по условиям жизни там нету там можно только формулу общую понять а применять все равно каждому самому придется как зинаид написал что как бы у тебя от может есть ответ а вот у некоторых не не все еще есть ответы не все по полочкам лежит я к тому что эта тема она и не ляжет по полочкам без проб ошибок о практике и опыта жизни потом из нее из этой практике выносимого никуда не денешься это уникальная просто жизнь каждого в данной плоти в данном времени народе социальном положении там иерархии в обществе и так далее то есть там есть свои нюансы поэтому но я после все-таки вот ее комментария настойчиво как и человек бьется за что респект и уважуха все равно написал напомнила видите я все-таки поразмышлял опять перечитал еще раз вопрос в комментарии который сейчас вам тоже зачитаю озвучу и решил все-таки записать и записать его вот как я сказал не на основном канале не там не не притягивать его к своему роль в которой я скоро там не 39 день рождения я обычно выкладываю вот так рассказываю что за год прошло какие мысли о будущем думал может его туда взять да потому что я уже основательно осел в деревне хотя в принципе уже много лет жил в деревне в пузе у кто знает но потом оттуда уехал все-таки отнимаем место было а в коршу конечно это мое место здесь скорее всего я и покину этот мир да вот в свое время потому что принципе меня здесь все устраивает но опять же пути господни неисследимы неведомы нам вот но так у меня на сердце лежит но перечитав комментарии еще раз поразмышляя одним над ним говорю может быть более просто ну и просто еще поразмышляя да я подумал что все-таки можно взять и как я сказал чтобы это все-таки ролик был не бестолковый знаете просто ступи в воде помолоть и вылить да я потому так и назвал и назову как-то не просто выход из системы из мира это же я из мира немножко новозаветных тезисов притягиваю фразу апостола павла но вы слышали в начале сказал о свободе опять свободе в их прежде свободе выбора до свободе в принципе тоже по плоти по духу все это рядом именно с этого я начну чтобы ролик был не бесполезным а потом то есть мы начнем со свободы по духу перейдем к свободе по плоти и вопрос принципе будет касаться плоти но вот иру чтобы ролик так как плоть у всех разное потому что в эти по плоти системы там инвалиду и пышущему здоровьем человек это разные вещи это разный путь практически выхода там такому как я бессемейному без еждевения там на своем попечении кого-либо там родных друзей знакомых соседи да то я могу делать все что хочу и другое дело выйти из системы там семейному человеку человеку которого там есть еждевение какие не знаю кем угодно обремененном тогда так скажем вот может он сам когда-то на себя даже бремя положил не важно да и теперь несет за кого-то какую-то ответственность за какого-то немощного существа может это даже животное да не суть важно вот это разные пути и об этом мы будем сегодня размышлять я буду говорить вы будете слушать потом можем в комментариях или в личке еще об этом побеседовать ну а комментарий был сам который я не забыл до который я себе заскринил в котором вопрос тогда знает писала эту кролику там я про грибы показывал свои всякие грибные полянки на участке все записал и она пишет обширные владения дима интересна тема полнокровного полноценного выхода из системы под системой зинаида в частности дала определение что она понимает ну или вы здесь конкретно хочет услышать ответ вопросы здоровья работы социализации детей и так далее ну я может быть ошибаюсь то что каждый вы знаете мудрость древних которую я неоднократно повторял я в ответ только за то что я говорю а не за то как вы меня услышали это действительно так здесь тоже самое я читаю и понимаю так как я понимаю но я понимаю этот вопрос и вообще под систему что зинаида все-таки подразумевает плоть здоровье ну конечно может опять психическое хотя психика это я тоже чтобы знать плотью называют да по сути душа как ее еще называют все это за одной области может быть видимой до психика проявляется у нас а есть дух невидимая часть так скажем до работы социализация детей то есть мы видим вопросы и под системой здесь зинаида она вложила пусть неважно так сформулировала вопрос тут никаких претензий да то есть вот это внешнее все что относится к человеку думаю тема переезда и дальше идет продолжение да думаю тема переезда из города в деревню но село неважно какую-то местность где у тебя земля своя без необходимости эксплуатировать животных это вообще само собой подразумевается для вас восполнения своих нужд многим будет интересно как ты все это видишь вот вопрос да поделись своим видением в каком-нибудь видео то есть мы видим опять вопрос конкретный касающийся плоти в чем он выражается переезд из города в деревню ну на землю из ковы из бетонной коробки в парте на землю я бы так тоже назвал да то есть мы видим вопросы и я сразу даже на расскажу то есть смотрите переезд из города в деревню у людей целые каналы посвящены этой тематике до переехал на юг переехал там в краснодар в крым наоборот в сибирь в лес куда угодно каналы люди посвящают этому я вот про что вот почему мне этот вопрос и зинаиде так ответил что он слишком обширный ну сложно там слове употребил может тоже неправильно и он слишком обширный уже три только перечисленных опять же в скобках чисто формально зинаид это сделал вот именно правильно для общего понимания каких вопросов это касается с тем же переездом ты с какими вопросами столкнешься здоровье одно дело в городе лечиться другое дело в селе работа город и село разные вещи абсолютно то есть вообще материальные деньги в частности до работы лишь инструмента где ты будешь деньги добывать как ты будешь материю виде яблочек или своего умения профессионализма в городе какого ты был там пусть даже бухгалтером да но ты там в реальном офисе работала сможешь ли ты на удаленку переключиться а есть работать ты там работал мастером пусть даже каким-то но ты мог работать мастером в той сфере где в городе много чего ну возьмем даже больше компьютеризацию связано в деревне ты мало чего найдешь по компьютеру все равно люди гривучие как говорят да одни бабушки ну или может какой-то еще лучше пример примет на меня понимаете да дети вот именно что с детьми делать в том же самом городе деревне разные вещи да вот я о чем говорил ты что-то смысле сбился слишком распространял распростерся по древу да а по поводу этого что это слишком обширный вопрос то да то есть это уже каждая можно на канале посвященным переезду из коробки на землю посвятить уже целый плейлист и попытаться все сферы деятельности все эти сферы жизни пытаться раскрывать не зря это может действительно целый канал посвятить что я часто делал как видите сколько у меня каналов я стараюсь хоть как-то дробить чтобы на одном канале вообще уж каши не было да хотя в принципе возьмите канал проповедь и библия не жарит близкие близкие но я их свое время уже разделил когда пришло время вот хотя делался на одном канале отчасти потом приходило время я все это разделил да и ролики там приходилось перри заливать или потом в плейлист с другого просто добавлять там закрывать что хоть какой-то каши не было там все равно получался доступ вот возьмите любую сферу по целой работе ты сколько можешь потом делиться способами как-то чего получается плюс все это показывать на практике не только на словах все это ой да можно там вон ходить траву собирать продавать там да или какие-нибудь полезные травки ты сам-то это дело ты пробовал что получается из этого ты можешь себя этим там обеспечить или еще что-то да ты сам-то научился эти травки определять и собирать и куда нашел сдавать ли да и почем за две копейки или действительно за достойную цену то есть целое это про детей же это у детей сколько сфер детский садик или школа что там а какая дополнительные кружки или вы решили на домном образованием там все это делать а дети разного возраста и пошло-поехало а спорт вот именно духовное воспитание как от любит что ты вкладываешь них как ты вкладываешь а отдых в деревне в городе какой у них развлечения друзья как все это проходит то есть этот это настолько вот видите я вам да уже накидал ролик немножко будет может быть сумбурный сам не знаю все в голове сел по одному немножко продумал сейчас вот как идет так идет да то есть я в общем хочу показать что по плоти все это это очень тяжелый вопрос это игры это реально тема для целого канала до чем в общем то в будущем может быть у меня появится ли тот лайф таким и будет или еще чуть ли потому что лайф лайвом может или переназвать просто до или там плейлисты придется кучу делать да один огород возьмите до если начнешь профессионально снимать и делиться опытом огородничество целый канал опять малину клубнику выращивать все нюансы есть огород и сад разные сейчас сколько всего всяких премудростей инструмент параллельно какие-то фрюшки лайфхаки что ты там чем занимаешься где берешь дачу как косишь это это целые области жизни их объять ну практически невозможно это всю жизнь был сейчас он тысяч эти сейчас информации мы живем в мире просто просто потоками океана наверное течет уже на нас надо льется почему же в этом информационном потоке вот и внутренним уже всей этой дает не просто источник с который пьем уже в нем ноги тонут даже так что вопрос я его просто сегодня обозначу для интереса что конечно это интересная тема и кое-что я совсем кратко коснусь совсем кратко потому что конкретно еще зинаида выделила переезд и из села в деревню я просто уже накидаю свои мысли и побольше кучи вопросов и даже может быть специально некоторых романтику убить по крайней мере на сегодняшний день опять относительно своего опыта вот и все но чтобы ролик был не бестолковым прежде всего я хочу сказать о свободе духовной потому что можно выйти из любой системы и системы любого мира и эта система останется в тебе возьмите религиозные культ и люди выходят из них и и все бредни своего культа пусть в интерпретации остается у них в душе потом они эти естественно свое мировоззрение все и в мир проецирует он потом сам создает такую же систему зачастую да он просто не согласен оказывается был с тонкостями этой системы но он не против самой системы он вышел из системы то что она им не нравилась конкретно эта система но не сама система тоже над ней забывать это очень важно по-настоящему человек выходит из системы по нему видно по его делам если он сам не создает системы значит что он действительно был против системы они против конкретно той системы вот и поэтому можно выйти из мира выйти система она вся в тебе станет со всей из блеотины которая там была это очень важно и вот я вам всем желаю выйти из системы прежде всего вот здесь потому что конечно же прежде чем реализовать выход из системы плотский по плоти да то надо прежде всего выйти вот здесь и изо всех систем это система всего эта система в том числе страха надо стать чего абсолютно свободно не рабом системы нее там пусть даже руководителем ничего а стать абсолютно свободно это очень важно в жизни стать абсолютным свободным перестать быть рабом вообще чего-либо и хорошего так скажем и плохого я здесь вы понимаете о чем я да то есть быть как говорят ой интернет затягивает ну проверь все можешь отключить на неделю ой соцсети меня затягивать ну проверь я вам неделю назад у меня уж там 100 групп наверно было 100 каналов в телеграме все удалила за одну за одну минуту и уже вот неделю без всяких вообще телегу уже все посмотрю только свой канал кто знает там на есть ольга там в основном постит вот я самого читаю и все и переписку то с несколькими людьми недельку спокойно живу при этом до этого уже последние полгода по сотнями там по 300 сообщений в день с этих каналов сыпется до интересная да не узконаправленная специально вроде стал находить как-то случайно там один за другим да это удобно но у меня чё тоже достало настолько стало это много уже мне чуть все достало я просто спокойно не записывал их не помню уже их название захочу если найти просто взял все и когда скучно где-то бывает там хоть смартфон есть лишь какую-то очередь где-нибудь ждешь там тех самых социальных учреждениях куда-то тебе надо там кого-нибудь ждешь да то хоть залез телефон посмотрел сейчас посмотреть не особо что будет можно всегда можно найти какую-то ленту ну и знаете там уже ленту какой-то яндекса смотреть такая же помойка как телевизор да там уже ничего хорошего ты не найдешь в этой ленте да ну ничего и спокойно взял удалил и вот и вообще все у меня такой же мир и покой на душе то есть я независимый и и могу себе не просто на словах все это могу рассказывать всегда могу спокойно все делать сколько своей жизни я спокойно менял вообще свою жизнь кардинально и об этом кто мою жизнь знает рассказывая могу встать просто оставить все как бы мне это дорого не было да ты вечен эти вопросы опять связаны как я вы знаете сюда проповеду об истине в полноте и и ты бессмертина тарас это это очень важно понимать ты вечен это сейчас опять я к чему говорю вся это выход из системы по плоти ты можешь сегодня взять и выйти пачка снотворного и тебя нет системе ты свободен пистолет голове нож к венам и все и нет никакой системы по плоти выйти из системы очень просто очень просто тем более ты веришь вечную жизнь и в бога и в третью сущность любовь и в богу любовь выйти из системы про самоубийство у меня есть ролики могу еще раз здесь сказать кратко без всяких разглагольствами самоубийство это не грех выйти из мир лежащего возле человека имеет полное право бог дал ему это право он сам решает особенно что тот который достиг совершенства познания истины что те которые только на этом пути и и из жизни в жизнь переходит так скажем не по своему желанию да бог их учит и посылает в разные школы жизни или те кто же достиг они сами и приходит сюда уже добровольно неоднократно и уходит сами решают когда им уходить они взрослые стали да это зрелые души поэтому выйти из мира очень легко по плоти очень легко а вот по духу выйти из мира покажите мне много вы знаете людей свободных абсолютно свободных по духу я немного если вообще знаю даже моё близкое окружение так назовем тех людей кто через кого я нашел через проповеди с кем общаюсь не знаю всех ли я могу сказать что они абсолютно свободны я в них вижу есть крючки за которые держит ну может мне кажется себе могу сказать ну я о себе свидетельствую что да по духу я абсолютно свободны нет авторитетов да я делаю что хочу я сюда поступал так как хотел да и за плоти подходим перед переходим плавно от духовной от вне от внутренней свободы к внешней да по плоти еще апостол павел я не зря сегодня употреблял эту фразу чтобы одни поговорить и павел именно в принципе в этом контексте писал все даже не вырванная фраза то есть и просто не буду вам все зачитывать из его послания до что если нам на если бы вышли выйти из мира хотели от грешников якобы чтобы не общаться с грешниками да не идти на какие-то компромиссы там вот в жизни да вот с греш не с грехом да не с не лично так скажем вообще не с грешником да в дел в делах мира каким-то да вот она нужно просто как он сказал тогда там у нас я подразумевал тоже именно выход не из мира уже из мира под миром бывает в новом завете словом мир очень часто проявляется грех вот но там полагает о мире из мира из мира вот это и вот твоей жизни плотской очередной да вот из этого надо просто ну я там прямо хворю или как сейчас будет уйти до закончить свою жизнь здесь поэтому обвинять там святых людей свободных то что они с грешниками имеют какие-то дела общаются как туда не вы зная у границы и свободы не нарушают их это не это не грех так скажем этого человека да вот это не тот греховный компромисс даже то есть это 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 никуда не денешься от этого просто это естественно это играть не является грехом иисус съел смотрим грешниками но он их учил воспитывал вот где-то терпелых как сам рода коли будут терпеть вас чтобы проповедовать но когда меняется как от его выбор кого-то отодвигал кого-то наоборот притягивал пусть слабенького кого-то и не слабенького при себе держал спокойненько иуду который его придаст петра который от него отречется но опять же многих которые не а то тоже не любят как ну вижу уже смотри петра держал его дачу-то тоже некоторых то двигаешь и на посмотреть сколько людей он отодвигал не хочешь все продать и исследовать за мной взяв крест ну что ж вольному воле не хочешь жить неизвестно где ночевать потому что я странствующий проповедник ну пожалуйста вольному воле а хочешь отца или мать похоронить ну пожалуйста либо я либо они то есть все это мы видим в жизни учения иисуса это очень важно вот поэтому по духу конечно я вот свидетельствую что во первых с личным примером что это возможно и конечно сам себя я уже считаю освободившимся до освободившимся почему я вам это тоже много раз говорил даже вот вот эти вот вопросы образно ли что как я даже говорил это не раз что в те какие-то вопросы возникает вот такие те оттерзающие тебя как знает сказал ты не достиг еще тоже очень у вас мне в жизни есть вопросы на не касаются только вот эры земной жизни бытовухи а по внутреннему я обрел абсолютное абсолютную свободу меня ничего не держит я ничего не боюсь я испытываю адреналин дрожь там это все естественно природа трясется есть страхи но они не понятия спокойно при этих страхах могу делать действие противоположное этому страху которому страх как бы тебя побуждает да у меня выделять конечно адреналин при каких-то нервных ситуациях или еще что-то но это это не грех рода грехом будет если ты сделаешь попадавший этому страху сделаешь зло неправильную вещь а если сделаешь правильно это еще даже больше того ты выше этого вот именно при таких испытаниях телесных при таких оковах в окове тела в которой мы живем кстати хотел картинку то поставить для такой для красоты из матрицы выйти из матрицы да вот фильм конечно тоже со смыслом есть там мудрые вещи но понятно боевик кровище всюду всех мочит убивает но смысл там конечно хорошие вот поэтому по поводу духовной вот этого свободы внутренней свободы она в себе в себя вмещать все это абсолютная свобода это независимость от людских мнений до игры это отсутствие и причем ведь как в разных сферах это вроде с внешним миром опять связано с твоим внутренним миром что его отсутствует там вопросов вот таких так называем духовных или высоких великих которые люди ищут совести стена что есть я если бог и что он есть да все вот это человек который достиг совершенства у него есть ответы на все вопросы если ты эту свободу не обрел и не ищешь это не важно где ты тогда ты не найдешь этой свободы и по плоти никогда не обретешь и свобода по плоти вряд ли тебе даст какие-то особые ступеньки или костыли помощи в обретении этой внутренней свободы это тоже такой себе да поэтому прежде всего это внутренняя свобода ее обрести может каждый абсолютно в любых условиях бог не ставит человека в невыносимые условия для того чтобы он познал истину познать истину может абсолютно любой человек абсолютно в любых вот этих видимых материальных условиях даже в рабских находясь в рабстве он может познать истину потому что истина где в нем внутри если будет думать размышлять анализировать жизнь до слушать слышать говорить то он дойдет до познания истины проживет не одну жизнь то все он это поймет и получит вот поэтому по поводу вот я сказала надеюсь этот ролик не будет тщетным для кого-то очередной раз что-то откроет подтолкнет кто только на пути вот ведь многие люди этого даже не ищут их устраивает рабство неважно какое религиозное страхов смерти даже то же самое пожалуйста их все устраивает незнание истины жизнь во лжи в матрице да их все устраивает они ничего не ищут жизнь или смерть до червяки сожрут его якобы эту строй понять что его внутренняя сущность знает что не умрет он поэтому так к этому легко относится но не признание этого умовое противление этому у него и жизнь соответствующие поступки этих людей так что так вот прежде всего это внутренние свободы и и обрести можно везде да ты можешь свою внешнюю жизнь менять под свои запросы если ты действительно ищешь освобождение счастье пошат свобода сделать тебя счастливым из тысячи же части ты конечно внешняя свою жизнь тоже регулируешь как-то изменяешь действительно в шуме в гамме в суете жизни тяжело познать истину и вот обрести эту свободу и ты можешь конечно найти более спокойную работу там больше там не рожать детей может быть ты считаешь что уже хватит тебе уже и так там один два три пять десять да может наоборот ты считаешь эти надо еще еще 25 чтобы в полноте что-то понять может тебе дети открывают эту истину всякое может быть то есть это неважно ты сам решаешь через какой путь ты тут вопрос про очень простой открыть сердце истине богу всему самому светлому доблому добрым об этом я тоже много раз говорил это единственный путь это то условие которым говорил иисус ступеньки блаженств блаженный алчущий и жаждущий правды тогда не насыстится кто алчит и жаждет кто не алчит не жаждет он ничего ищущий обрящий да стучащим отворит по-другому никак прежде всего желание потом всевозможные попытки его реализовать да и формирование этого ну и по поводу переезда вот даже получается вопрос зинаиды вот это все в вопросах выхода из системы здоровья работы социальных детей я может опять вот ошибаюсь она уже мы же все-таки не беседу ведем а я свой монолог лишь говорю получается она имеет как бы в контексте подсистем подразумевает даже не просто как я сказал вот эти еще вопросы да а эти вопросы в рамках такой определенного тоже уже узкого хотя может как даже но еще одной болотчики на которую мы в которую мы все это запаковали это подразумевает что ты переезда из бетонных джунглей трущоб на свободные хлеба да на свободный выпас на землю село деревня может дачи какие-то ну дачи тяжело назвать чем-то подобным сравнить деревню село это абсолютно разные тоже вещи вот поэтому что вот эти все вопросы здоровья работы социализации детей рассматривать в контексте именно переезда из города в деревню то есть одно дело выход из системы как ведь и город село деревня никуда ты тоже не выйдешь я говорю сейчас еще скажу то что я так скажем от точных вопросов на которые я могу дать сегодня ответ чтобы роль был бесполезно перейдут к таким просто тезисным по сути озадачиванием и формулировками сам сформулирую разные вопросы вот на которые каждый может размышлять потому что как искал это огромной просто области ты как никуда не хоти выйти по плоти по поводу там всех этих дач кто-то фантазирует там деревень в последние времена апокалипсис но почитайте историю посмотрите на современный мир у нас в современном мире благодаря интернет все все можно это увидеть есть военные конфликты терроры тоталитарные правления в разных странах земли до сих пор тиранические правления посмотрите кто в россии там живет да и европе все было в америке где угодно посмотрите когда общество лучше не наверх показать а вниз скатывается уже до красной линии до черты до дна и пробивает это дно когда общество скатывается по в кромешный ад что тогда происходит уже тебе уже ничего не поможет у тебя будет только два выхода из этого мира как я сказал либо добровольный сам ты выйдешь либо тебя выведут поставить к стене и пустив пулю в затылок все два варианта посмотрите такие смены строя как там в россии было от царского к социального переход что вытворялось практически 50 лет начните прям с первой с революции 905 года с первой мировой войны но игру полтинничек прям лет до 55 там до смерти сталина можно вот так проследить вы посмотрите какой беспредел творился я за всю историю в европе то же самое я знаю не буду брать восток азия приблизительно везде одинаково особенно где переходили вот это такие от монархической власти там одного царя от бога помазанного императора возьмите китай или еще что-то там везде плюс-минус одинаково просто я не буду хвастаться что я прям все прочитал но везде было приблизительно то же самое в китае в японии и в германии в ангелии там хоть там пока осталось королевство там свои были эпизоды почему у всех прям нельзя под под гребенку подвести но плюс-минус все одинаково это и африка там точно так же в этих странах было когда там там тоже по-разному кто-то социализм тот капитализм даже принимал там в этой африке чё только не было демократию даже есть страна которая там якобы приняла вот все это смешивалось с чем посмотрите когда люди вот это дно пробивали всю нижнюю планку где считали что они именно силы могут взять и лишить кого-то жизни и тогда тоже ничего никуда не спасешься где ты будешь жить посмотрите как проходил там играет раскулачивание всех на свете когда человек прост уже просто за то что он не хочет быть да с ними по одну гребенку никому не угад вот оставьте я вот частная собственность была она издревле была как в какой бы форме она не признавалась какими-то определенными социальными классами но все-таки собственность была всю жизнь частная собственность пусть как а там это прерогатива каких-то богатых или элит или более широкого слова что сейчас как бы вот каждый может иметь свой клочочек ничего и тебе не даст в концовке ничего если но общество массово в котором ты живешь конкретно в этой стране пробьет все там тебе уже ничего не поможет где перестанет властвовать закон даже так называемый когда люди договорились как будто как как бы минимальных до законе моисеевым здесь очень часто говорят в так образно да не убей не украде когда это пробивается все там уже неважно когда уже без суда и следствие просто заходит убивает только на праве силы у кого автомат тот и прав все какие вы там общинки не формировали 1 2 3 5 10 100 семей какой п силу вас огромное не появилось какой-либо стране ну типа там не знаю многомиллионной страны что там ваши то есть что вы с этого села сделаете государство в государстве с ядерным оружием что там биологическим химическим да что вы сделаете ничего вас уничтожит за две секунды даже вручную придут просто и вырежет ни с кем вы там не справитесь вот так что все это бесполезно зайдут и раскулачит узнать что такое раскулачиваем то же самое просто заходили и брали все и всех убивали ну либо ссылали там не суть важно по дороге умирали половину этих ссылок то есть все когда такая планка настигает ничего тебе не поможет поэтому даже по плоти это я к тому что здесь может быть зинаида не звучал так прямо вопрос но такое эта тема всегда витает в воздухе в информационном пространстве это витает и в религиозных кругах и в нерелигиозных и в разных религиозных и даже вне автоистических вот это все да все это есть и в этом плане и полноты свободы ты должен быть просто свободным по духу кто тебе когда добровольны против твоей воли освободит от системы или от мира от работы социализации детей чего там еще зинаида писала в общем всего тебя освободят не переживай да твое дело быть свободным по духу чтобы действительно встать выше этой системы и между даже перед перед лицом как говорят видим и смерть потому что дети света прекрасно знают что они вечны что все вечны но они просто это знают и поэтому все легко отдается этой жизни в плане познания и все выбери жизнь чё тебе это лишь переход из жизни в жизнь никакой смерти не существует если же дверь из одной жизни в другую вот так вот поэтому по поводу какого-то прям полноценного выхода никогда его не получится никогда а максимального какого-то отстранения потому что конечно свобода всем понимаем что такое по плоти во всех сферах жизни материальная свобода ее можно все разделить эту материальную там энергетическая независимость до одно дело ты платишь кому-то за электричество тел там солнечная у тебя батарея на 5 солнечную батарею купи ее обслуживаю аккумулятор ты опять зависим сейчас примеры можно более современный приводить на пальцах объяснять как иисус для своего народа так и все мы должны более общаться да там с этими qr-кодами на сегодняшний день 21 12 2021 года тоже там опять вот будем протестовать не будем ничего покупать или вот бы был бы сегодня независим было потому те кажется ты это независим кажется ты за электроэнергию по проводам не платишь ноги ты будешь батареи купить из тебя отрежут через интернет покупки интернет все равно по проводам бежит хорошо завтра илон маск там сделает какой-нибудь спутниковый интернет его придумает как глушить ты все равно останешься а заказ а почта а сама твоя личность в черный список войдет тебе на почте ничего не выдать никакой заказ сделать не сможешь ты считаешь как сейчас через банки мне приходилось тоже с этим сталкиваться вам может делать иностранные вот переводы все там внесли в черную компанию эта компания в черный список и все и ничего ты не переведешь банк тебе отказывает ишь на каком основании ну на таком указ там правительство у нас если не буду в подробности вдаваться то есть это я даже от опыта вам все рассказывает реально все работает казалось бы банк там даже причем частный казалось бы у нее нет там контрольного пакета государства а там свои системы все знаете но хоть и частный но вынужден в рамках системы если мы сказали дорогой есть два варианта либо слушаться хоть ты честно либо не слушаться и тогда ты здесь просто закроешься обычный ракет на государственном уровне вот так вот и поэтому это знаете это все вся эта твоя свобода она лишь узнать как я заборы все эти и сам вот участок там огораживаю я огораживаю по простому обычные металлические там колья вбиваю или деревянные кто-то деревянные не очень люблю недолговечно все это вот проще металл самый дешевый самый тоненький такой ну в общем простой и вот это самый дешевый там рябиться какую можно только покупаешь невысокую я говорю себя для кого эти заборы то вот кто себе там участка гаражит я говорю а то животных конечно даже простите не зашли все не по выдох ты не поели дикие ли тут соседские сельскохозяйственных называют коровки там да они с радостью зайдут все у тебя свеженькая по покушаю вот ну естественно открыть ты может быть в дикой природе тоже зайдут все потопчутся покушает ты просто от них и играть хороших людей уж хороший человек вид забор но не пойдет не полезет все плохому надо будет не найдет как залезть до через этот забор перелезет но это с моим мир понимать то есть я огораживаюсь чисто так где-то от ветра как раз можно сплошной там стена что-то поставить какой-то уголок сделать то есть чисто я рассматриваю забор вот я живу тем более территория получил сейчас достаточно большая не как то что я там с вышками вышки понастроил забор бетонный там четыре пять десять метров до коммунат сейчас квадрокоптер пустят все там у тебя заснимут что-то там делаешь и где и как утечу и как тебя захватить вообще не проблема все поэтому я его делаю чисто вот формально для себя он придает какой-то уют мы в этом мире привыкли жить со стенами абы кто те хоть не так страшного на этом же участке там чуть лишний раз оставить лопату там тележку уши все-таки над через забор пилистерии средней хорошести даже человек но не полезет средь белой дня до плохой так залезет и сарай вскроет и все что у тебя там надо и достанет до честно так играть хороших людей и какие-то так ну образом такая у меня фраза да и от животных просто вот и все это все обычно из простых материалов невысокая просто целью так скажем по метке территории границ вот и все для себя для других это же заборчат цепляешь там выращиваешь те же самые вьющиеся растения только с этими целями вот и все соседи игры какие-то там животные ток-ток то есть только с целью разграничиваешься ну действительно что просто без спроса не ходили те же сам соседи любители знаете они со всеми соседями бывает прям мир и лад так что вот так вот и поэтому если надо тебя быстро попросит и выйти ты отсюда все это сделать это автономно все равно не сможешь абсолютно но если только вариант это верю в территориях со сложным климатическим как говорят уровнем да это прежде всего зима та же самое да или не знаю там ливни какие-то может день в азии но как вот выжить без тепла до будем говорить ближе к телу к нашему времени угас там хорошо так же газ то чужой отключить буду дровяную печку а где-то дрова возьмешь сейчас бесплатно ничего нельзя ты куда поедешь сейчас за любой даже валежник там это то применяют уже отменяют закон можно собирать нельзя что такое валежник один спел увидеть то ты муж распили чтобы хоть как-то в машину поместилась а где-то бензин будешь покупать если ты будешь на машине возить или на телеге будешь лошадь себе заведешь а где-то лошадь возьмешь я уж молчу что это вообще не по вегану эксплуатации какую-то механическую тележку изобретешь да типа велосипеда будешь таскать сколько ты будешь таскать нет можно выжить в землянки в оконцовке об этом я тоже смышлял вы знаете просто вопрос придет в жизни все к чему это и у тебя все равно сберут но история только полным идиотом прикинешься юродивым вот таким бомжом да просто я знаете тоже об этом все время размышлял а к чему тогда вообще эта жизнь людям надо засвидетельствовать истину если ты будешь тихо как мышка как пескаль жить вот лишь бы выжить я вот когда слушал таких вот кто там просить тоже апокалиптические времена или еще что-то вот там вот в землянке да там вода источник какой-то найти земляночку учет там есть кору там почки можно выжить без света ну да день два год ты проживешь ну да если это кто распознает и понимает я распознаю когда там реально когда всю книгу откровения с главы с ног на голову перевернули ничего не понимают мы даже не вошли в нее и там реально описано от времен когда уже во царица антихрист и печати там и будут который настоящий будет печать и образно говорят на настоящий меду не которых сейчас чуток не лепит подать печати когда не действительно будет за 13 главы чтобы там под этим не подразумевалось до второго пришествия да там три с половиной года но хорошо это время еще можно просидеть это как ты будешь жить в обществе для всем таким людям не хочется вопрос задать и надо задавал как ты будешь вот вокруг будет ведь эти времена царство антихриста еще павел писала что при внешне даже был кстати внешне будет достаточно благополучная жизнь но люди будет ненавидеть друг друга потому что охладеет любовь во многих посмотрите на все вот эти времена тотального контроля это же не просто еще какая-то скрытая внутренняя там ненависть человека к человеку нет все это будет проявляться в поступках вы на своих глазах будет видите беззаконие грубо говоря насилие убийство грабежи на государственном уровне до ментами полицаями вот и кем только там соседями вашими собственными насилующие грабящих других соседей вы что будете в стороне стоять вы достигли тогда совершенство познания истины в любви ну хорошо в свободе вы по плоти я бы сказал достиг а в другу по духу вы остались рабами разве суть этой жизни как пискарь из басни крылова дали откуда там все что-то стал забывать мудрый пискарь кто всю жизнь это пещерки своей просидел это разве в этом смысл жизни разве сус говорю не говорил что нет больше той любви как если кто положит душу свою разве не было такого за кого-то перевели конечно за друг как будто за друга нет за ближнего а ближний иисус рассказывал кто такой за ближнего своего ближний тот кто нуждается на пути твоей жизни встретился тебе вы помните притчу о добром самарянине так как ты будешь жить во времена вот такого вот царства антихриста будешь где прятаться в норке ну если твоя жизнь я не буду я об этом буду и говорить и облегчать злодеев и зло как и делают и сейчас и точно также рискую своим здоровью и жизнью и свободой и буду делать естественно когда уж тем более когда в очередной пик нас вся человечество волна вот так вот в очередной днище будет пробиваться может уже в этой жизни опять его увидим такой как я достигший совершенства в познании истины в полноте заботится не только о свободе не только бессмертия и а любви как чтобы уж свидетельствовать о любви а если бы средства любви закончишь как христос поэтому тоже переживать по поводу системы а в действительно в такое более-менее благополучное время сейчас я уже заканчиваю хоть на по этой теме жарю переходим ко всем этим вопросам а вот в такое более-менее благополучное время даже сегодня я беру сегодня россию где я живу я не могу сказать за жизнь других странах топ мои фантазии будет на основании китом информации в интернете я живу в россии конкретно в конкретном месте даже до которые все знают ибо есть канал отдельный да и тут конечно если вас к этому тянет переезд из там города в деревню из бетонных трущоб на природные на вольные выпас свободные выпасы вольный хлеба то пожалуйста ну отчасти какая-то свобода есть есть своя земля в деревне нет такого тотального контроля как в городе возьмите вот это действительно в двадцатом году когда этот с этим это беснование началось то с модным заболеванием да и выйти нельзя было я красотца это время вы помните в воронеже в комнате в своей там в квартире у него обитал ну что это дурдом выйти на улицу нельзя с ума что ли сойти вот естественно ты можете пищи здоровые натуральные действительно обеспечивать может другим это все продавать ему будешь себя обеспечивать это чистая вода у тебя под носом по поводу это такое же образование причем все этот образование это или отдельная в принципе в этом ролике скажу я если бог благословит и будем живы здоровы и не помрем не уйдем из этого мира то я в следующем году планирую затрагивать раньше меня таких роликов почти не было но я вот такие темы еще буду затрагивать я думаю что еще и достаточно много это так образно говорят для меня много но я выпущу ролики посвященной семье детям просто я сам не женаты детей не имею но я так скажем созрел до этого дошел до этого эти темы остались еще не раскрыты вот уже обо всем не практически поговорил действительно остались темы которые тоже важны и по ним надо поговорить вот и вот вот это вот свобода такая по плоти ну по большей части не знаю и я про то что даже я хоть и говорю там выращивайте овощи фрукты продавайте вы знаете сам я пока только пытаюсь тут что-то в коршево тоже я пожалуйста всем объявлял приезжайте селитесь только вот опять и здесь кратко скажу вот именно то есть есть иллюзии знать думать что правда можно переехать мы в таком рабстве и живем в мире в таком дурдоме что не так просто уехать для этого нужны деньги вот именно ты никуда ты резко не сможешь переехать жилье купить работу либо подушка должна быть как это все перестроиться это же и это не просто жизнь тебя там родители жили в деревне там налаженные вот именно все это производство это уже приехал и это просто что когда-то уехал и вот вернулся перенял семейное дело тут уже все налаженные виноградники да твой делал так все подкрепить укрепить может быть даже развить но ты хоть на какой-то основе да уже своя точка там на рынке свои клиенты когда переезжаешь с нуля сам это очень тяжело вот об этом я буду говорить но я хочу делиться реальным опытом а у него пока нет но иск это делать я буду не в виде проповеди таких прям вот на этом канале теоретических а вот как канал христолюб веган life скорее всему этому будет посвящен пока я там в таком вообще в свободном формате на телефон вы знаете снимаю вот и возможно просто даже там я буду говорить тоже прям такие но выкладывать их даже все там уже буду между какими-то бытовыми как подрезать как посадить как подварить как засверлить буду и такие выкладывать размышления может быть все это буду делать на одном канале то есть реально там жизнь в деревне на земле в селе как угодно потому что и конечно возьмите вот мой участок у меня своя вода даже повезло есть до без света интернета реально можно прожить это я практиковал свою жизнь я разделился же этими вещами питание то же самое реально можно самому я в пузево и до этого когда скитался я чем-то не питался я реально практиковал разные вещи я спал без отопления некоторое время пытался там жить целлофан такой купол натягивал на там старой кроватью в одном месте в трущобах и спал ничего можно проспать и так согреваясь собственным теплом там со свечкой до питания я же рассказывал уже чуть только не практиковал да и одноразовое и на одной гречке и на на траве на почках на коре помимо веганство да то есть вот эти методы там выживания я много чего попробовал я не обо всем рассказывал это все можно и вот возьмите мой участок в коршу в принципе да я достаточно через пару лет я могу сказать что если завтра какая-то попа будет я могу выжить у меня есть вода без всякого насоса у меня источник прям вы видели с горы стекать причем там не один там их десяток чистой воды ты еще будешь и чистой и ухоженной всегда можно помыться искупаться можно полить растения которые тебя выращивают это помимо речки да ну если надо там вот откуда можно взять но это чистая даже питьевая с речки тоже можно пить да вот у меня получается свой лесок просто действительно для меня для одного там завалом деревьев буш топиться не перетопиться то есть даже тепло есть хотя в принципе в землянке действительно можно выжить и без вообще отопление это даже не лес какой-то прям можно сказать на моей территории вот весь этот сушняк вот такие вот деревья повальные одну кто видел ролики тоже видел то есть основной есть есть погребы планирую один вот в доме небольшой планирую и там есть как раз такой небольшой который когда-то хотели сделать хозяева я уже его разобрал я его сделаю тоже там больших вложений не требуется я хочу прям отдельный получается земляной тоже хороший погреб уж туда можно навалять я в пузе выжил спокойно на своем все что сам там выращивал все также в погреб свои спокойненько питался картошкой капусточкой огурчиками вот все это можно то есть я могу выжить на 5 я же говорю я об этом размышлял но как ты будешь узнать тоже там думать еду запасы но начнется массовый голод война голод ты что ни с кем делиться не будешь да сколько ты погребов не забей когда к тебе пойдут к стене голодные но такой как я все равно все раздаст я буду вместе со всеми голодать и также отойду я не тоже не боюсь смерти для меня вообще не существует вот опять к тому вариант когда к тебе просто зайдут заберут все это начнет во время войны начинается и всех этих беспределов внутренние всегда беспредел когда внешне мародерство и так далее от голода даже самые честные люди с вилами пойдут и все что то есть заберут представьте нож в голову ну понятно можно все с хронами там где-то ну тебя выследит скажи как там там живет не вылазит что то есть наверное вот так вот также к твоим источникам потянутся но хотя у нас тут не один понятно и может его нельзя выпить а взрослого начнут нецелесообразно использовать все начнут ведрами таскать все даже напали в себе растение там там вода ты для одного до для двух для десятерых может быть а вытянут ли он всю деревню еще и на поливах большой вопрос а люди же безумны ты скажешь давайте вот по чашечке в день по ложечке пить чтобы выжить нет они начнут ведрами черпать и скажет отвали мне над сегодня полить там я хочу помидор вырастить то есть это все такое себе знаете я об этом буду говорить у меня уже я хотел как-то об этом уже потихоньку писать ролики но все-таки я так как сейчас здесь коршева еще тоже недолго и пока у меня просит на уровне практики я могу конечно кучу фантазии рассказать но хочется реальной жизнью делиться поэтому и главное это освободиться по духу я уже заканчиваю тогда все это не имеет никакого значения и тогда ты все это максимум приведешь какое-то состояние по воспитанию детей по образованию детей я конечно скажу тут уже свои мысли и это эти мысли я бы так и дел и я уверен что так бы было как я хотел бы в том плане что то что мы сами вольные делать все это чепуховая система образования как там советский союз хвалиды свет чепуха ничего человеку не нужно ему нужно то знать два плюс два до язык на котором он говорит и раскрыть себе тот талант обычному человек один зачастую которым он сможет себя питать это если в селе там будет жить это вообще другая жизнь вот именно там ты и так будешь сам себе едой обеспечивать и все по дому уметь делать это и подразумевается еще какой-то обычный из действительность какой талант по сути это если бы люди все жили на земле это называлось бы хобби которая может превращаться в дополнительный заработок вот так бы это было бы они как у нас сейчас да есть какой певец он сам не может картошки вырастить себе да но он поет целыми днями это все перевернуты извращенный мир он абсолютно неправильный всем что завтра я не знаю в лесу кабан начнет песни целыми днями петь и забудет как желуди собирать это не естественно все да вот об этом бассейнете кому интересно я конечно буду говорить но все это в будущем видите это большие темы это большие темы очень вот это это тема вообще не для этого канала это на познание истины на духовную свободу никак не влияет а цель человеческой жизни земной вот этих этих земных жизней временных в этих матрицах в мире лежащем возле в потонувшем в своем блеотине это познать истину которая в том что ты прежде все бессмертен это очень важно такой фундамент основания жизни невероятной три кита 2 это свобода вот как раз который ты должен обрести по духу по духу освободиться от всего внешнего так скажем никого ничего не бояться внутренне не бояться не самого себя люди истину познать боятся и третья любовь вот и все это сделает тебя свободным и счастливым любовь тебя освободит свободы сделайте любве обильным тут все как вот так перемешано вы все знаете об этом все я говорю это есть сущность его бытия не она не раздельна вот а вот это все это все второстепенное и это все временное царство небесном ничего этого не будет там будет царство небесное любящих сущностей где все вокруг будет нетленно бессмертно да не нужны будет никакие частные собственности заборы да где будет просто царить любовь где никто никому не причиняет зла и сколько желает делает добра да каждый свободен каждый независим никто никому не лезет мы себе этот мир как павел представить даже не можем то что мы вот здесь живем в этом барахтаемся дерьме даже не можем представить как прекрасен мир нетленный возьмите природу которая вернется благодаря светлым людям свое первозданное божественное состояние который будет любить человека животный мир и самих людей которые когда им зло делали жизнь свою полагали не мстили не не вредили даже добро в ответ творили а что будет когда они окажутся и таких же это мы представить себе не можем бывает ли такое будет такой вот так вот ну надеюсь ответил зинаида тебе на твой вопрос ответил не ответе в том плане что как эти сказал уже и всем это невозможно ответить вот так во первых в одном ролике часовом тем более с моими разглагольствованиями протяжными это вообще нереально и действительно этот этот целый пласт абсолютно целый пласт по сути ты сама написала и т.д. то есть вся вся чашечка со всеми сферами жизни но это много чего это очень много чего и ток теории я говорю еще если практика делится можно по практике и порассуждать то все эти конечно вещи, ну а потом если ты будешь практику делиться это целый канал под это можно завести но все это мы все, никто не знает ты будешь там себе свободку островок свободы как есть такое выражение создавать, вылепливать а завтра оказывается время пришло уже покинуть эту систему по божьему повелению ты конечно узнаешь почему так рано для тебя это оказалось ну твое время пришло значит так что все это знаешь это как Иисус говорил не терзаться о завтрашнем дне жить да, что-то планировать ну а не париться вообще живи сегодня, а вот сегодня очень важно уже быть свободным по духу, внутри а все это приложится Иисус сказал как делай, что хочешь, как считаешь нужным да, пожалуйста делай это ладно, все, надо завязывать еще пример там возьми вот именно все это независимость там электрические эти станции там солнечные, ветряные ты в нее сейчас вбухаешь ровно столько сколько ты перемножишь вот возьми село, деревня тут еще и сейчас 50% скидки сейчас точнее это уже давно я не знаю с каких времен ну сколько я в село живу всегда 50% платится от городского тарифа за свет вот перемножь сколько ты за свет ну ты и я образно говоря потребляешь я вот это считал ты понимаешь, я даже умножал на 50 лет если я их проживу еще до 90 лет да хоть до 100 хоть до 120 посчитай и сколько ты вбухаешь на сегодняшний даже день я уж не говорю, что там надо как-то посчитать всю эксплуатацию вот эту вре текущую всю эту эксплуатацию ремонта плюс ты будешь менять все эти аккумуляторы недолговечные батареи недолговечные они там выражают повреждаются все это аккумуляторы это вообще расходный материал они имеют свойства будет ломаться или тоже все это там же система-то сложная преобразователь это там и все пошло-поехало по кругу ты сколько в это вбухаешь а если еще это как-то умудриться посчитать почему там не надо слишком много хапать да ты хотя бы на 30 лет рассчитай может ты их не проживешь там сумма в разы чуть ли не больше получается я уж не говорю там о равном еще о чем тратить чего заморочки-то когда ты понимаешь что вот тогда эти деньги ты можешь просто отложить и быть спокойным что ты уже можешь там работу оставить какую-то я говорю в село переехать так у меня есть на 30 лет засвет платить если ты там по 300-400 рублей в месяц плачешь 3000 на 10 лет 30 тысяч ну 30 тысяч отложи себя в подашку безопасности у тебя 10 лет в запасе электричества вот а то что тебя отрежут да тебе и так придут разобьют эти если если что-то такое вот если ты пойдешь в конфликт со злом если ад опять поднимется на землю когда вот дно пробивается вся тьма оттуда поднимается на землю уже окончательно люди такими бесноватыми там тебе вообще ничего не поможет все придут заберут что надо у тебя вариант будет только их стрелять убивать для христианина это невозможно он побеждает зло только добро все мы овцы обреченные на заклание мы побеждаем зло и сражаем зло любовью другого варианта нет сразишь или нет это не нашего ума дела иисус сказал сеять везде вот и все вот и все так что вот так вот а выходить надо из системы еще последнюю мысль вот именно это я уже тоже неоднократно просто говорил что да устраивайте свою жизнь хоть я и говорил сегодня что как бы это с одной стороны везде можно стать но это костыли да все равно конечно есть я же сам все оставил в свое время иисус такой путь показал ушел в пустыню да и просто его жизнь да вот это тоже есть такое да делай свою жизнь максимально правильную комфортную даже по плоти как тебе что нужно не нравится работа найди себя попробуй поищайся не бойся даже есть дети или еще что-то бог управит общайся значит с кем-то наши мысли реализуются и бог тебе даст все что нужно для счастья ты сам-то хочешь и убери страхи упование очень важно в жизни на бога это это свидетельство твоей веры что он есть любовь он не оставит тебя никогда да не надо искушать господу бог твоего не значит что уволил села и ждешь пока тебе да позвонит из правительства там или откуда суперфирма предложит работу нет ну ты стремишься ты знаешь с людьми общаться ты посыл делаешь где-то в переписках еще и ты увидишь как бог через что-то устроит твою жизнь как ты хочешь ты хочешь в село переехать так ты говори всем об этом во вселенную ты транслируй в окружающий тебя мир людям свои мысли свои желания ты увидишь ищи соответственно кого-то сама таких людей ты найдешь где что без этого никак и конечно от устройства твоего внешней жизни будет твой внутренний мир тоже формироваться это я так сказал что рассчитывать на это не надо это необязательная аксиома что ты все убрал внешние сложности сел и бац познал путь святости это путь тернистый узкий и кажется что ты убрал все и стал счастливым нет я тоже не сразу стал счастливым приходилось испытание я тоже рисковал можно сказать в омут головой окунался в упование и на бога не всегда все хорошо было и до сих пор не все хорошо по внешнему вот именно а внутренний я уже сейчас обрел уже давно ну и вот на сегодняшний день транслирую всем всех всем об этом свидетельствую потому что действительно обрел в этом плане полноту счастья в полноте свободы да по плоти у меня продолжаются искушения в разных вот как-то перечислила везде точно так же продолжается несмотря куда бы ты ни уехал хоть на край света сгинь все равно будут проблемы и со здоровьем и с землей и с огородом да всякое будет испытание дьявол будет подступать и выпрашивать тебя у бога во всех сферах жизни это обязательно без этих испытаний тоже никуда не денешься вот так что вот так вот все на этом у меня все я сам в принципе доволен ответил на этот Зинаидин комментарий вопрос просто сначала что-то я к нему слишком серьезно отнесся и думал что все-таки ну отложу возможно в него можно все вместить нет у него реально не все не вместишь вот и тут стоит разделить внутреннюю свободу об этом я много говорю ты никогда не освободишься если в тебе будет зло поэтому это надо любить всех это надо обрести свободу от всего и это надо принять бессмертие деятельно принять реально не бояться смерти я не то что я боюсь я ее отчасти жажду вот именно это освобождение от этого поэтому если вы там боитесь смерти все устрашитесь на свете вы не верите в то же самое это лишь свидетельство что вы не верите в бессмертие в бога любовь в лучший светлый мир да вот поэтому так-то я дал надеюсь ответ немножко может быть перри перри иначе комментарии другую цель ему создал вот хотя такого вопроса не звучало а по плоти будем жить будем смотреть ждите моих роликов на канале христолюб веган лайф может я его как-то там по-другому еще назову пока так я уже думал лайф ин село назвать как-нибудь пока особых мыслей нету было бы интереснее вот эту жизнь в деревне я почему и приглашаю всех кто захочет приезжать именно в Воронежскую область у нас хороший климат вот само село область тут хорошая ну в хорошие в моих там пониманиях вы все это знаете я уже говорил в каких-то там да где локация самого села относительно райцентра относительно Воронежа то есть крупного центра природа да там речка лес вот эти вещи близость качество да многие у нас стоят уже на каких-нибудь завода на них там тоже уже оттуда не хлебанешь у нас реально из битюга бить пить можно да да по нему тоже катера миллионеры гоняет но все-таки не отравишься так что вот такие конечно было бы интереснее мне я как-то думаю что когда будет может побольше каких-то единомышленников будет как-то повеселее все это и снимать вместе делиться даже потому что жизнь-то бытовая она достаточно скучная да ну конечно можно все подряд записывать как-то там да ромашку посадил вот все это не знаю ведро с водой достал но вместе было бы веселее вот этим опытом потому что не зря здесь речь идет ты сама говорила об обществе тоже дети которых у меня в практике пока нету да допустим это работа в селе а у каждой будет свой какой-то опыт вот так что вот так вот но это будем посмотреть сегодня на это невозможно дать такого одного единственного объемлющего ответа все всем желаю всего доброго и обретения полноты свободы а через нее и счастье до встречи до встречи в следующих роликах кто-то так и до встречи отец